Артисты у нас идут за сцену, да? В этот раз занятия посвятили творчеству Самуила Маршака. Библиотекарь Марина Никитина познакомила детей со сказкой «Курочка ряба и десять утят». Ребята сразу включились в работу, распределили роли и куклы-игрушки в руках маленьких актеров-ожили. Мы читаем новых сказок и делаем спектакли. Я в нем участвую в разных ролях. Кружок в гостях у сказки возник в прошлом году. Изначально его посещали дошкольники и ученики начальных классов. Позже между библиотекой и реабилитационным центром «Вера» родилось сотрудничество. Тогда на занятия стали приходить особенные дети, которые нуждались в социальной адаптации. И именно здесь они нашли поддержку и новых друзей. Вы знаете, очень отрадно наблюдать, как дети раскрываются, как они раскрепощаются. Они в процессе работы понимают, что они тоже многое могут. А самое главное, они могут дружить. Они могут находиться рядом с обычными детьми. Сегодня в кружке занимается около 15 человек. Примерно половина из них – это особенные дети. В библиотеку они приходят вместе с родителями, которые всегда участвуют в мастер-классах и играх. Творческий подход к делу помогает любое занятие сделать интересным, считает Марина Никитина. Готовая переуплотиться в любой сказочный образ. Я получаю такой заряд энергии, потому что мы еще не только читаем, но мы тут и творим. То есть у нас творческие поделки из бумаги, из пастелина. Я вижу, как детям это нравится. То есть у них горят глаза и получаются очень красивые вещи. А потом, понимаете, сейчас новое направление инклюзивное. И наши дети не все, к сожалению, посещают детский сад. Не всех принимают играть на детскую площадку. А здесь они, в общем-то, пришли и им рады. Удивителен и тот факт, что в Развилковской библиотеке работает всего два человека, которые смогли объединить вокруг себя большое количество семей. Молодцы. Спасибо большое, конечно, библиотеке, что они придумали вот такой кружок. И познавательно, и для обучения. Но на достигнутом сотрудники не останавливаются в планах организовать занятия для маленьких актеров с профессиональным режиссером. Ведь первые гастроли у ребят уже состоялись, они выступали в дошкольных учреждениях. Теперь мечтают о большой сцене.